Всем привет! Меня зовут Костя Павлов и это мой четвертый уже блог о фитнесе, о том, как я начал, о том, как я сделал первый шаг, о том, какие у меня результаты постепенно появляются и, как мне кажется, они появляются. О результатах как раз-таки и поговорим в конце этого выпуска, то есть мы наглядно посмотрим, что изменилось за две недели с моим телом и вообще изменилось ли что-то. Но давайте, в общем-то, обо всем по порядку, а сейчас поговорим о том, как я примерно плюс-минус питался за эти две недели. Питаться я стал более правильно, это факт. Отказался от фастфудов процентов так на 80. И теперь, даже если нужно быстро перекусить, а это бывает каждый день, я выбираю что-то вроде блинчиков, гречи, а вместо колы молочный коктейль, зеленый чай или просто воду. Стараюсь теперь вот так более правильно питаться. Почти максимально отказываюсь от фастфуда, почти максимально отказываюсь от всего жирного. Ну вот примерно такой вот гречи, там куриная грудка, молочные коктейли, ну и просто, естественно, вода. В прошлом выпуске мне Таня Рыбакова говорила, что нужно есть часто, но по чуть-чуть. И вот тут у меня не все так хорошо. По чуть-чуть не выходит. Да и часто не выходит. 3-4 раза в лучшем случае. Если немного подытожить о моем питании, то могу лишь повториться, что мне не удается пока что, как говорил Таня Рыбакова, есть понемногу, но часто. Мне удается иногда часто есть, но тогда не понемногу. Бывает, что понемногу как-то ем, но как-то как попало, там 1-2, ну 3 раза в день. В общем, все равно питаюсь пока что я еще неправильно, как мне кажется. А зачем нам нужно питаться понемногу, но часто, для того, чтобы наш желудок не растягивался. Вот, пока что, я говорю честно, пока мне это не удается, но я буду стремиться к тому, чтобы все-таки начать более правильно питаться. Вот, ну а давайте теперь поговорим о том, как я занимался, как я ходил, собственно, в тренажерный зал, в фитнес. Как я, как мне кажется, стал чуть-чуть более правильно и осмысленно подходить к делу. Конечно, тренировку начинаю с разминки. Потяну мышцы, пройдусь на эллиптическом тренажере и приступаю. Причитав кучу комментариев и писем на почте, я выявил для себя некую концепцию тренировок. Во-первых, я определил для себя 6 групп мышц, которые хочу подкачать. Это бицепс, трицепс, плечи, грудь, пресс и косые мышцы живота. Во-вторых, разделил эти группы мышц на 2 и в один день качаю одну группу, в другой день другую. А не как раньше, все подряд по кругу. На самом деле, мне не очень верится, что это вот 91 килограмм. Посмотрите, вот написано 91 ТГС. Почему? Потому что я не верю, что я могу вот так вот взять и 91 килограмм сделать. Тут как бы два варианта. Или все-таки это не 91 килограмм, или я чересчур сильный. Пока не могу сказать точно, потому как времени прошло мало. Но вроде как такая система тренировок действительно лучше. Мышцы не забиваются, как раньше. И виден хоть и маленький, но рост. Но я понимаю, что и этот способ тренировки не идеален. В общем-то, вот так вот я занимался эти две недели. Ходил я в фитнес 3 раза в неделю. Не чаще теперь я это делаю. Также я делаю 5 подходов к каждой группе мышц. Опять же, мне кажется, может быть, это не очень правильно, а может быть и правильно. В принципе, я думаю, вы в комментариях и наверняка на почту мне напишите, что опять же, вот я делал это так, это не так. Вот. И я опять к следующему разу опять какую-то, может быть, новую методику найду. Или более правильно начну это делать. То есть, мы сейчас вместе с вами идем к тому, что вот эти 3 месяца, как я и сказал, я буду заниматься сам индивидуально, без тренера. А остальные далее 3 месяца я буду заниматься, собственно говоря, с тренером. И сравним все эти результаты. В общем-то, я к этому иду. И сейчас, наверное, самое главное, самое интересное, собственно говоря, ради чего мы здесь все собрались, это сравнение результатов моих двухнедельной давности и то, как я выгляжу вот прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! По моему субъективному мнению, потому как я не могу объективно себя оценивать, по-моему, какой-то результат небольшой, но все-таки появился. Даже небольшой рельеф, как мне кажется, появился. Но судить не мне, а вам. И еще я делаю вывод, что за 3 недели, в общем-то, можно достигнуть, ну, хоть каких-то маленьких, но результатов. А месяцок, если вы походите в фитнес, то вы, я думаю, приведете себя в какую-никакую, но все-таки форму. Так что я считаю, что фитнес – это отлично. В следующий раз мы поговорим о спортивном питании, а именно о протеиновых коктейлях, вообще как они делаются, зачем их делать, с чем их употреблять, как их употреблять и так далее. О спортивном питании, о протеиновых коктейлях в следующем выпуске «Фитнеса с Костяночем». Ну, собственно говоря, с вами был Костя Павлов, и я отключаюсь.